привет друг с новым годом с наступившим 2021 город годом га у меня год начался не радужно красивая тачка да на видео так после моечки чистенькая но если детально присмотреться моя тачка стоит иногда во дворе и тут глаз уже не так радуется как хотелось бы тачка почти недавно крашеная раз два это не вытирается пока что 3 4 567 помимо грязных следов которые не вымываются весь капот и крылья находятся в мелких царапинах которые когда я увидел я просто охуел капот просто как решето куча царапин даже до базы до грунта и все это сделали волосатые пидорасы коты они просто уничтожили тачку я попал на покраску реально трех деталей это минимум я сейчас попробую это все сполировать там некоторых местах это все ушло до базы и сполировать это не получится я очень злой расстроен пиздец оказывается такой проблемы страдаю не только я поспрашивал соседей у них аналогичная ситуация с этими ебаными котами я начал интересоваться таким образом люди с этим борются я заехал в зоомагазин и меня там посоветовали специальную штуку которая отпугивает котов и собак чтобы они не стали не залазили на машину в сад на газон посоветовали что это хороший концентрат и я хотя бы попытаюсь защитить то что осталось очень обидно последние капли стало то что коты в прямом смысле слова начали из-под капота блять жрать мою машину я не шучу сейчас я вам покажу значит история была следующая я заехал на заправку пошел заправляться ко мне подходит человек говорит бумер твой я говорю домой он говорит дружише у тебя течет антифриз у меня сердце упало в пятки потому что недавно были новые патрубки новый радиатор абсолютно вся система охлаждения я думал что я лет пять минимум к ней заглядываю туда не буду я действительно смотрю под машины пиздец какая лужа открываю капот а патрубок в нижней части которые ближе к земле сыт мелкими струйками как не знаю как блять ну не за маленькие струйки тонкие такие я приезжаю в гараж начинают по ним думать в чем проблема хорошо что я не закипел во время люди посоветовали и что я обнаружил смотри а здесь мы видим ёбаные укусы патрубка и естественно бля это не крысы и не попугаи сделали ебаные коты и того за месяц нахождение машины во дворе при том что я ее почти каждый день использовал и приезжал под вечер только ставил мне нанесли ущерба коты на долларов 600 минимум это покраска капота покраска двух крыльев покраска бампера и попадание на такой патрубок и слава богу у меня мотор не закипел я успел долить во время дистиллата доехать на этом патрубке до гаража и заменить его на другой вторая немаловажная проблема это дети маленькие дети которые играются с твоей машиной и водят по ним камнями и палками как вы думаете напишите в комментариях кто по вашему должен за этих детей отвечать один раз доходило до такого что я подошел не выдержал видел как дети курочат соседскую машину я вышел подошел к родителям и говорю вы приготовили деньги для того чтобы оплатить то что ваши дети делают они начали ругаться на меня матом я позвал соседа говорю что вот так то и так дети вон царапают твою машину уже блин чуть ли крыло не разобрали вызвали полицию полиция ничего не сделала все отпустила этих родителей с детьми и никто не но к за сказали обращайтесь страховую ну а страховая то естественно этот случай не покрывает и как в таких случаях бороться с этим если у вас идеи или был такой опыт или вы знаете как противостоять этому то напишите в комментариях будет очень интересно и я думаю и полезно многим ну а сейчас я постараюсь отполировать данные вот эти вот акты вандализма и буду обрабатывать вот это химозой вокруг машины чтобы эти пидорасы волосатые не подходили к машине развел я наконец-то эту жижку против котов сделал усиленный концентрат этой банки хватит мне на несколько недель написано что надо обрабатывать тачку раз в неделю и кт отучится от машины ходить сайт на нее и царапать я многие царапины и потертости удалось мне заполировать но к сожалению некоторые очень глубокие будут заливать их ремонтной краской и поверх полировать я решил экспериментировать разбавил эту жижу с водой и при полировке брызгаю на кузов может быть весь кузов пропитается этой херней против котов и они больше доставать не будут тачку удалось привести в более-менее божеский вид сейчас уже вечер особо царапин не видно это потратил два часа только на полировку капота и двух крыльев вид конечно на солнце будь будет показывать эти царапины но пока что нормально выглядит сейчас беру пульверизатор и обрабатывать нижнюю часть автомобиля чтобы волосатые вандалы больше мою тачку не беспокоили и вот так вот я по кругу пройдусь снизу так как они всех подлазит внизу пытается понюхать и когда они будут нюхать у них нос будет в ахуе от запахов поэтому если вы столкнулись с такой же проблемой в первую очередь я вам сочувствую и предлагаю попробовать вот такой метод как у меня я буду мониторить тачку во дворе регулярно смотреть на предмет наличие этих животных если их не будет я наконец-то смогу спать спокойно жалко что нету такой же жижи которая сможет отпугивать маленьких детей всем спасибо что смотрели канал еще раз новым годом надеюсь что все будет хорошо желаю вам счастья ровных дорог а самое главное здоровья ведь наше время здоровье это самое ценное берегите себя и близких всем пока